Подружки, привет! У нас сегодня поездочка небольшая. Мы выбрались из дома. Котенок сидит, в своем модном прикиде смотрит Лео Тик, или Тик Лео, как он называется. А я тут решаю последствия катастрофы, которая со мной приключилась. Первое, вот это вот выглядит вот так вот, как вы можете понять. Заслуга моего ребенка, который швыряет мой телефон, просто мама дорогая. Чехол, как вы можете видеть, он уже со всех сторон просто досведусь. И самое главное, что катастрофа у меня произошла на экране. Не знаю, видите его или нет. Вот здесь все-таки зеленые полоски, которые становятся более интенсивными или более слабыми, в зависимости от того, насколько яркий экран. Короче, летал ты у меня, друг мой. Спасибо большое, котенок. Поэтому я заехала, быстренько купила защитное стекло и новый какой-то защитный чехол. Я, как старая бабка, хожу с чехлами, книжками. Поэтому ничего не поделаешь. Придется и в этот раз новый поменять ровно такого же формата. Чехол, книжка. Потому что это единственное, что защищает мой телефон. Чехол отдела. Это такая очень хорошая подделка оригинального кожаного чехла, айфоновского, который на десятку уже не найти нигде. И в целом очень круто. Здесь телефон держится, не выпадает. И сюда можно кредитные карточки сложить. Что для меня прям супер. Потому что сейчас уже с дамскими сумочками, сами понимаете, так себе не очень. Я их просто с собой не таскаю, поскольку уже детских вещей у меня в машине, в сумке предостаточно. Вот у меня сумка. Там, короче, всего. Так что базею с красной до сведущей. Зацените уровень комфорта царского этого человека. На улице, конечно же, жара. Поэтому у нас вот здесь вот нас обдувает вот такой вот супервентилятор. И второй момент. Я собрала, наконец, нашу коляску Бугабу. И для поезда в торговый центр магазина это просто лучшее, что со мной, мне кажется, происходило. Из-за живота моего вот этого вот, который нагинаться вперед не может, я не установила корзину. И она нам, в принципе, сейчас не нужна, потому что у нас вот здесь есть такая суперсумка для покупок. Ну и, в общем, очень удобно все это помещать в сумку рядом с малышом. На ручку сюда я еще хочу заказать держатель для телефона, держатель для моего напитка. Для Рэма тут у нас будет столик, также с держателем его напитка, его воды. Ну и, короче, еще кое-какие-то штуки, которые нам потом понадобятся в люльке со вторым малышом. Там конверты и прочая красота. Ну а пока мы тут с большим удовольствием и очень легко маневрируем и путешествуем. Что нам сегодня нужно, куда мы приехали? Мы приехали в торговый центр. Нам нужно зайти в некоторые детские магазины. Я хочу Рэму посмотреть книги. Мне также нужно купить малышам моей подруги подарки. Они к нам приедут в гости. Ну и, в общем, какие-то продукты, фрукты. Что-то посмотреть, что нам с тобой, котенок, еще домой нужно. Так что будем потихонечку тут гулять, смотреть, да? А ты скажи подушки. Привет! Привет! Котенок сильно недовольный. Ну, это уже наше нормальное состояние, поэтому, ну, как бы, я думаю, что мы все к этому привыкли. А еще я хочу добыть ледяной кофе. Вот прямо срочно. Чего ты увидел? Я понял. Короче, ребенок увидел из лего динозавра. Тут жираф не сильно его привлекает. А вот динозавр... Вау! Крутой! Ну, подойди поближе, посмотрим. Трогать нельзя, котенок. Так, ну, естественно, у нас тут книга про динозавров. Котенок тут уже читает. А я решила взять ему вот такие вот книги. Здесь это сборно. Вот такая прям большущая книга на английском языке. Тут такие краткие истории про животных и, в общем, все же с ними связано. И тут нашла такие две книжечки про котят. Учиться быть хорошим другом. И, очевидно, что это связано с зубной феей. Ну, короче, вот такие вот книжки мы котенку возьмем. Да? Давай, пойдем дальше. А магаз этот очень-очень большой, очень клевый. Тут, мне кажется, есть прям вот все в жизни, что тебе может понадобиться, начиная от книг, заканчивая игрушками и прочими прелестями. Вот там есть детский отдел огроменный, но здесь в основном на латышском книге. А я ему хочу читать на английском все-таки. Ну, чтобы он язык слышал и базу получал. И плюс ко всему русский. И с русским, конечно, здесь у нас посложнее, поскольку на русском здесь с ним никто практически не разговаривает. Мама моя на латышском, естественно, я на английском. Поэтому остаются в помощь на мультике. И мультики мы ему ставим больше уже сейчас на русском. Ну, вот здесь посмотрите, какие клевые. Тут вообще книги. Столько всего. Они такие красивые, красочные. Просто великолепие. Ладно, пойдем посмотрим. О, смотри, котенок, что тут есть? Наклейки. Я все думаю, когда нам начать наклейками пользоваться. И играть ими. Так, с мелкими я оделась легким испугом. Нам пришлось взять за 2 евро вертолетик. Ну, потому что в руках что-то должно быть. А с мелкими мои подруги тоже. Тут история прикольная. Они постарше. Для меня темный лес. Поэтому девочке я купила косметику детскую. Тут всякие киты, мейкапы и так далее. Такие вот штуки. И старшие дети, они оказались прям, по-моему, моими детьми. Потому что старшие дети сказали, не нужны нам подарки, подари нам бабки. Короче, 2 конверта куплено. И каждому из них будут подарены деньги. И пусть уже в копилку складывают, копят. И, в общем, отлично. Меньше проблем в моей жизни. Руки попали на выгружки. Мне, на самом деле, есть подозрение, что надо посмотреть, что-то еще нечего патруля. Давай. А, вот он. С ней проблема такая, что как только есть какой-то бренд мультика, так эти игрушки сразу становятся вообще непонятных цен. Ну, вот, например, здесь еще иначе патруль. 18 евро. Пластмассовая игрушечка. Сейчас, подожди, котенок, я знаю, что ты хочешь. Вот этого динозавра сейчас я тебя разверну. Ну, и мы с тобой что-нибудь, да, посмотрим. Давай, разворачивайся. Опа. Ну, класс. Чего ты там увидел огромного динозавра? Я понял. Сейчас я тебе дам какого-нибудь динозавра, да поменьше. Погоди. Так, Маршал Скай. Вот, смотри. Вот. Ну, вот, смотри. Вот, динозаврик. У тебя такое уже есть, кстати говоря, в сумке? Ну, ладно, пока мы тут смотрим, пусть он развлекается им. Ну, в общем, ладно. Тут все понятно. У тебя упал динозавр. Держи. Держи, держи, котенок. Так, чего у нас тут? Фигурки маленькие. Тоже 7 евро сразу. Окей. Я думаю, что я зажму деньги. Я уже, на самом деле, зажала деньги на горшок. Я посмотрела, мой любимый здесь стоит 40 евро. И я подумала, что для дачи как-то вот многовато мне будет. Я купила за 11. Но еще иначе, чем патрулем. Вроде неплохо. Так что отделались тоже. Еще раз легким испугом. Хотя эти все горшки, они до 15 килограмм. И мне предлагают постоянно просто посадить его на большой горшок, поставить туда специальную крышку детскую. Я говорю, так ему еще обучиться надо хотя бы. Немножко. На горшок этот присесть. Куда уж там сразу. Ну, короче. В общем. Муки, да, котенок, выбора у нас тут с тобой, как обычно. Ну, ладно, пойдем. Нам с тобой, на самом деле, что? Из подарков мы с тобой тут нашли. Нам нужно с тобой фруктики купить. И, кстати, удивительно, но при габаритах широких этой коляски достаточно. Я достаточно удобно и легко. Давай. Проезжаю через все полочки, вернее, все проходы и вроде преодолеваю все неплохо. Ладно, выходим. Так, котенок согласился поесть печеньку, а я согласилась пойти за кофе. И в целом, я думаю, что мы можем отправляться домой, поскольку на самом-то деле здесь не особо то есть, что еще смотреть. Самое главное, что нам нужно, мы уже сделали. И в целом, ну да, можно отправляться. Тут классно, что людей на самом деле мало. Ковид делает свое. И загруженность такого центра, она очень даже низкая. Ну, что для безопасности намного-намного лучше. А, кстати, в кафе, смотрите, как клево. Здесь уделены столики вот такими вот прозрачными ширмами. Молодцы, я еще в общепите такого не видела. Котенок на лифте поедет на первый этаж. Приехали. Ледяной лата, что может быть красивее этого напитка? Ну, разве только пирольчик. Ну да, нам тут для полного счастья с котенком нужны держалки для наших напитков, поскольку все у нас пока в руках. Ну, слава богу, есть сумка, в которую можно все сложить. Но, в общем, жду-не дождусь наших аксессуаров. Ну, а так, смотрите, какая все-таки эта коляска крутая. Я прям обожаю ее и не могу. Жду-не дождусь с того момента, когда мы сможем ее расширить и поставить рядышком маленькую люлечку. И двое братьев смогут кататься вдвоем рядышком. Интересно, как это все будет. Так, еще зашли в Зару, посмотреть, что у нас тут есть в детском отделе. Сразу скажу, что в Питере, конечно, Зара намного симпатичнее и прикольнее смотрится. Здесь как-то все груз печаль. Ну и что для пацанов? О, красочи всякие разные. Это очень даже клево, что они на скиндосах. Вот, 15 евро. 9 евро мы сможем ему взять. За 9 евро по дому носиться-то. Так, что за размер? 26. Это нет. Так, 15 евро. Ну, ладно, оказывается, не все так плохо. Сейчас посмотрим, что еще есть. Ой, сандалики такие клевые всякие разные. Сейчас, котенок, иду. Смотри, тут сандали. Что случилось? Давай поедем. А что ты хотела достать, котенок? Ты из сумки что-то хочешь достать? Печеньку будешь? Да? Давай. На, печеньку. Так, держи. Молодец. Все, погнали. Так, это у нас тут Дуглас. Это типа сифоры. Здесь есть абсолютно все, что душа может пожелать из косметики и ухода. Так, Нола. Это, по-моему, латвийский какой-то бренд. Я так что-то покупала как-то давным-давно. Ну, и все, весь стандартный набор. Киллсгарь, Вебер. И, в общем, какие-то тут еще штуки. Всякие разные вот эти вот посерединки. Продовольственные сняты, потому что здесь были сладости. Шоколад и прочие. Стендерс. Это тоже вы, подруги, знаете, что в России их магазинов дофига латышей. Мадера, второй латвийский магазин, который тоже в мире есть во многих местах. Ну, и, в общем, там дальше у нас чего? Дальше. Реми, это еда и прочее. Будешоп. Шантель. Ну, короче. Как-то вроде бы все тут нормально, а как-то одновременно все дико уныло. Прямо на уныло. Ну, ладно. Все. Я думаю, что мы можем отправляться спокойной душой домой. Нужно нам еще где-нибудь фрукты найти. И все. Мы готовы ехать, укладываться на дневной сон. И, в общем, отдыхать на сегодня. Морелла, Майя и Сандро. Это мои прям любименькие магазины. Всегда были здесь в торговом центре. Ну, это так. Если как бы хочется чуть-чуть подороже, чем стандартный Зарм, но в то же самое время не хочется тратить слишком много денег. Можно к нему, не хочет. Прикольно все. Слушайте, и что отдельно хочется отметить? Все в масках. Вот просто все люди в масках. Так, мы на парковке. Человек увлечен, он читает книгу про динозавра. А мы добираемся до нашей дочки. Давай, открывайся и погнали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что ж. Успешно мы добрались до дома. Все наши покупочки, все наши подарочки. Вентилятор. Ах, мамин телефон, это прекрасно. Мне еще нужно стекло наклеить. И котенок, который добрался до свободы. Тут уже может поиграть. Ничего, будем отправляться спать, котенок. Так, уже пора тебе на дневной сон. Да? Хе-хе-хе. Ну, а я, подружки, тем временем, вот такая вот, смотрите, прелестница. И вот он, наш живот. Уже хочется сказать, что теперь домой надо торопиться. Не для того, чтобы ребенка положить спать, а чтобы я успела сходить в туалет. Так что вот так вот мы растем и растем. И, кстати говоря, я одела бандаж под это платье. Внизу у меня штаны льняные. В общем, хотя бы немного легче передвигаться. Ну, что делать? Посмотрим, что будет дальше. У нас с вами еще 10 целых недель двигаться вперед и расти. Очевидно, еще сюда. Так, ну ладно, все. Я тогда буду укладывать котенка. Да? Пойдем с падушки будем отдыхать. Вам, подружки, желаю доброго дня. И увидимся в следующем нашем видеоролике. Скажи пока, подружки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok